привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост я в авторе ведущий олег ребята у меня здесь очень сильная конфликтная ситуация с начальником кемеровского областного поисково спасательного отряда банны михаил петровича который сейчас выживает меня из отряда то есть я не устраиваю его потому что пытаюсь развивать отдел а это мешает его каким-то личным выгодам то есть я мешаю это мое мнение и не могу утверждать потому что нет у меня прямых улюху лик я мешаю ему расхищать продукты питания бензин горюче смазочные материалы я пытаюсь ему навязать то что кинологическая служба должна тренироваться он не понимает то что кинологическая служба должна работать и спасать людей да то есть какие-то ездить по школам проводить уроки безопасности и вот вот мелкие вот пакостные моменты он сейчас отрывается он пытается это все выплеснуть на меня все началось того что два года назад в отдел приняли сотрудника молодого парня карпича романа и игоревича и этот молодой сотрудник устроился кинологом у него были корочки образования но знаний никаких не было я подумал что в принципе почему бы не помочь молодому человеку начал ему рассказывать показывать как что делается как думает собака как должна работать собака как нужно ухаживать за животными то есть я это все это ему начал показывать он не проявлял никаких таких интересов к этому ко всему то есть для него это было безразлично человек никогда не держал животных он городской он радиолюбитель я не унижаю его и вот этих вот отдельных качеств каких-то то есть но интереса к собакам не проявлял сразу было мне сказано то что он он попытается перейти в обыкновенные спасатели и поэтому как бы кинологии он не увлекался что же стало происходить дальше собак нужно кормить рано вот эта забота не была замечена за ним мог уйти не оставить воду животным да он мог уйти раньше накормить их не вовремя все время опаздывал на работу я стал делать ему какие-то замечания человек не реагирует на это абсолютно то есть директор агентства поставил меня как бы старшим но документально это не было подтверждено мы с ним обыкновенные партнеры по работе он имеет такие же права но в устной форме директор сказал у тебя опыта больше ты можешь руководить как бы естественно он это знал стал игнорировать эти все мои просьбы о том что нужно приходить вовремя на работу чем откровенно игнорировать то что нужно заниматься животными то есть вычесывая чистить уши какие-то брезгливо относился к своим должностным обязанностям потому что любви животных замечен не был вот я стал доносить уже не ему посредственно стал доносить начальнику отряда начальника отряда поймав его несколько раз на опозданиях стал использовать его то есть взял его на крючок да и стал его использовать попросил его списывать продукты питания то есть он стал вести какую-то бухгалтерскую отчетность на виду того что он был про косячивший человек и можно было манипулировать то есть где-то больше написать где-то меньше написать где-то вот за меня например он конкретно ведомостях расписывался в том что получали продукты питания ничего не получал ладно это все было на моих глазах но опять же я мне нужно чтобы человек работал потому что собака досталась хорошая я ездил специально в барнаул там из очень хорошей генетической линии мне досталась немецкая общарка которая впоследствии стала расти как трава потому что человек должностные обязанности свои не соблюдал вот то есть опоздание на работу небрежные отношения нету заботы о животных каких-то я стал докладывать писать уже докладные записки и здесь пошло как это я против мнения начальника отряда которому выгоден человек то есть я не знаю может быть он родственник чей-то может быть потому что вот он именно списывал эти продукты питания но это была какая-то заинтересованность в нем и причем она присутствует до сих пор это заинтересованность в результате человек который не знает какой стороны подойти к собакам потому что ему даже это не интересно я умолчу уже тема о том что одну собаку списали по его по его недочету недогляду вторая собака не знает ни команд ничего абсолютно не знает да это же опять же тут неизвестно сейчас беременна она не беременна по его не на взгляду что он тут вытворял когда приходил на работу пробивал крышу тут и что-то пытался делать физически еще тоже непонятные для меня инсинуации ну представляете себе его выбирают в этом году лучшим кинологом человек который не знает как подойти к собаке вот я соответственно я не знаю даже мне говорят что ты не умеешь собаками работать и просто выживают конкретно выживая ну начал я снимать этот дневник посмотрим что будет дальше